Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Гость в студии депутат Сима от фракции Согласия Вячеслав Добровский. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот буквально в эту субботу, 26 октября, состоится съезд партии Согласия, на который планируется выбрать и председателя партии, и правление партии. Может быть, расскажите о том, что планируется буквально через несколько дней. Для Согласия будет весьма необычный относительно съезд. В том смысле, что, во-первых, на пост председателя партии будет больше, чем один кандидат. Это уже необычно. Их будет целых три. Второе необычное событие, то, что голосование будет не открытым, как обычно, а тайным. А чем это связано? Вы видели, представьте себе, что кандидат один и голосование открытое. Представьте себе, большой зал, сотни людей, кандидатов на Конгресс, и предлагают приголосовать за одного выдвинутого кандидата. То есть, если ты не встал и не приголосовал за, то, наверное, надо серьезно подумать о своем дальнейшем участии в партии. В целом, голосование тайное или не тайное, то есть, ну, почему, скажем, голосование как таковые в парламент и так далее, они являются тайными. Чтобы те, которые голосуют за ту или иную партию, могли бы не бояться каких-то последствий от того, что кто-то, например, победивший, узнает о том, какой выбор они сделали. То есть, тайное голосование – это настоящая демократия, назовем это так. И, к примеру, ну ладно, несколько уже из другой оперы, когда правящая коалиция так сильно пыталась сделать голосование за президента страны открытым, то это было, естественно, нечто обратное от торжества демократии. То есть, целью ясно было, чтобы показать, вот кто же осмеливается голосовать вместе с согласием, да, так сказать. Их показать, очернить, наругать и так далее. Так что в этом смысле Конгресс, как я сказал, согласие будет очень отличаться от того, что было до этого. Три кандидата, я один из них. Может быть, расскажите, с кем вы конкурируете, да? Потому что известно, что Нелышаков снял свою кандидатуру. Да, это так. Ну, по сути, конкуренция между Янисом Горбановичем, человеком в партии, очень уважаемым, старожилом, если не ошибаюсь, в согласии и в тех партиях, что предшествовали в согласии где-то с 93-го года, то есть, единственный в Сейме человек, который был практически во всех Сеймах, начиная с восстановления независимости. И людьми согласия относительно новыми, такими как я, то есть, согласие несколько более года. И Андрес Морозов, который в согласии более долгое время, ну, также является человеком молодым. Вы сами пришли к тому, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в качестве председателя партии. И когда к вам пришло это решение, либо вам посоветовали, а не хотите ли вы ваши коллеги, однопартийцы? Вы знаете, нет, сам я свою кандидатуру не выдвигал, сам я никуда, скажем так, не просился, но свою готовность возглавить партию изъявил. То есть, изначально это было именно Янис Рубанович, который весьма публично заявил, что что-то вроде у нас вырос новый лидер, и что он выдвигает Вячеслава Добровского на пост председателя согласия. А почему он выдвинул свою кандидатуру? То есть, получается, вроде, с одной стороны вас порекомендовал и тут же с вами конкурирует. Ну, знаете, как в топливорке, пути Яниса неисповедимы. Я думаю, этот вопрос лучше задать ему самому. Поскольку вы согласились, а почему бы и нет, вы наверняка начали рассуждать. Не почему бы и нет. Это очень серьезное решение, и оно ни в коем случае не было принято, исходя из почему бы и нет. В любом случае этому предшествовали ли какие-то ваши размышления, о которых я хочу спросить в качестве, ну, если вы, допустим, предполагаете, что можете возглавить партию, вы наверняка думаете о дальнейшем ее развитии. По крайней мере, председатель должен этим заниматься, выработать какую-то стратегию, направление общее. Да, у вас сейчас уже есть какие-то мысли на этот счет? Что сейчас с партией? Уже, по крайней мере, и СМИ обсуждают, и в том числе господин Орманович высказывался о, может быть, какой-то ребрендинге партии, реорганизации, дальнейшее изменение хода работы. Мысли об этом у меня уже весьма давно, и у меня есть весьма четкая картина того, как я бы хотел, в каком направлении и как вести согласие. Как весьма давно? Начнем, я думаю, с того, что основной вопрос данных выборов будет, по сути, такая вот ирония судьбы. Согласие шло на выборы парламента с основным лозунгом, может быть, вы помните, поддержите перемены. То есть, везде были, так сказать, наглядная агитация, отбалсты пармени, поддержи перемены. И вот большая ирония заключается в том, что сегодня именно согласию, как таковому, нужны перемены. И, по сути, я бы сказал, основной вопрос данного конгресса в субботу будет, поддержит согласие перемены или не поддержит. Как в любой критической ситуации, согласие находится в весьма, я бы сказал, серьезной ситуации. Может быть, критическое слишком громкое слово, но ситуация весьма серьезная. Но определенный кризис, понятно, переживает партия. Многие так называют. Поэтому в кризисе у любого человека и организации, у партии, по сути, он встает между двумя выборами. То есть, это или идти вперед, относительно, скажем так, неизвестно, идти вперед, выходить из привычных шаблонов, из привычных моделей поведения, меняться. Это всегда страшно. Страшно. Или второй выбор человека – это инстинктивное желание, сказать, уйти в как он. Какой выбор выбираете сразу? Это не то, что… То есть, уйти в какую-то зону комфорта, во что-то, что когда-то работало. То есть, есть выражение пытаться в одну и ту же реку вступить еще один раз. То есть, по сути, я бы сказал, что это основной, по сути, выбор того, перед чем стоит согласие на сегодня. Но уже по формулировке я понимаю, что вы скорее приверженец первого пути. Я, скажем, пока сердце не остыло, в своем жизни выступал за все-таки шоу путем перемен. И это также то, что я предлагаю партии. Какие перемены? Я предвосхищу ваш вопрос. Самое первое, что я хочу сказать, что я не разрушитель. То есть, я не из тех людей, как 17-й год, разрушим все, что было, все, что было плохо, построим на обломках старого мира нового. Нет. Я эволюционер. Что такое эволюция? Эволюция – это процесс, который к тем хорошим компонентам, которые показали свое право на жизнь, добавляет новые компоненты. В результате чего организм становится сильнее, выносливее, более приспособленным для внешних обстоятельств. Что я хочу этим сказать. У согласия, можно сказать, строилось, постепенно строилось на таких двух основных столпах. Сначала был столб согласия, идеи согласия как такового. То есть, по этой идее согласия, это, наверное, то, что действительно в первую очередь ассоциируется с Янием Сумербановичем. Я бы сказал, это его дитя. То есть, не я, не кто другой, я думаю, не может не лучше чувствовать это и не может лучше об этом говорить. То есть, о том, что эта идея согласия лицетворяет. То есть, как противоположность тому, вот этому всему преамбулу сатверсме, этому этнонационализму, политике, что проводится последние 30 лет. Это один из столпов согласия. Он таким был, есть и будет на, я думаю, пока согласия как таковое живу. Второй столб согласия, я думаю, ассоциируется в первую очередь именно с Нилом Ошаковым. С тем, что согласие делало в Рижской думе. Ну, может быть, не то, что люди думают, что оно делало в Рижской думе последние, или как это показывали средства массовой информации. Но согласие в Рижской думе, это прежде всего, назовем это социал-демократическими идеями. То есть, в отличие от того, где так называемые правящие, как бы мы их ни называли, смотрели на обычного человека сверху вниз, такой вот элитарный. Мы, так сказать, знаем лучше вас, куда нужно идти, а вы, так сказать, молчите, так сказать, в тряпочку и слушайте. То есть, согласие показало совершенно другой подход, другое отношение к людям. То есть, где, грубо говоря, правительство Домбровского снижало пенсии, согласие вводило бесплатный проезд, бесплатные билеты на проезд для пенсионеров. Где правительство Домбровского закрывало больницы, согласие в Риге открывало больницы. Я думаю, мне не нужно рассказывать слушателям, я думаю, все понимают, какой подход к политике согласие показало. И не зря Нилу Шакхова был самым долгим мэром за всю историю Латвии. То есть, по-моему, 10 лет практически, или почти 10 лет. То есть, это второй столб согласия, социал-демократия, и он тоже был, есть и будет. Но этого, этих двух, их недостаточно. И согласие должно меняться, не сохраняя то, что оно приобрело, то, чем оно было, но добавляя к этому новое. Что новое? Я говорю, а двух, еще двух столбах как таковых. Первый столб, это согласие, должно начать серьезно думать о том, как, ну, грубо говоря, зарабатывать деньги. Для социал-демократии нужны деньги. Для того, чтобы более честно делить заработанное, это заработанное, в первую очередь, должно быть. Эта проблема сейчас не только Риге, но и всей Латвии как таковой. У данного правительства никаких, никаких идей о том, как зарабатывать, нет абсолютно. И согласие должно в этом свою программу не только выработать, она уже во многом выработана, но и показать на практике. В первую очередь, на примере конкретных самоуправлений, которыми согласие руководит или участвует в руководстве. И, наконец, четвертое, у нас в нашей, так сказать, политике исключения, в основном не в латышской части общества, произошел такой тектонический сдвиг. Если раньше это была риторика оккупации оккупантов, потомков оккупантов, которые поэтому, скажем так, чего-то должны или должны смириться с какими-то меньшими правами, чем те, которые соответствуют преамбуле Сатверсме, то сейчас риторика сменилась, в первую очередь после 2014 года, на другое. О том, что конкретная нация, которая наш самый большой сосед, они, так сказать, ватники, чуть ли не генетически предрасположены к коррупции, к воровству и так далее. То есть, и на это нацелены немалые пропагандистские ресурсы. Не только в Латвии. И попытку привить этот вот имидж согласию, это то, что мы наблюдали последние, так сказать, весьма практически, последние год-два больше. И, к сожалению, одна из серьезных ошибок согласия заключалась в том, что на этом направлении, то есть риски коррупции, достаточно высокой компетенции, была определенная халатность. Назвем это так. И в результате наши политические оппоненты получили, ну, так же по вине согласия, определенное количество патронов, которыми стрелять в то же согласие, чем они успешно и занимались последний год. То есть, я повторюсь, то есть два главных столпа согласия на данный момент, это сама идея согласия, это социал-демократия. То есть, к ним, я считаю, что и то, над чем я и работаю, и буду работать, прибавить еще два столба, это то, что мы должны быть, как супруга Цезаря, вне подозрений области в сфере коррупции чистоты, раз, и два, согласие должно построить столб, основу также того, какое наше видение и конкретные практические решения зарабатывания денег, то есть экономического роста. Что делать сейчас вашей связью с нынешним электоратом, поскольку мы часто, не будем скрывать, слышим звонки радиослушателей, которые являлись в том числе теми избирателями, которые поддерживали вас на прошлогодних выборах, мы слышим их упаднические настроения, они разочарованы, они не скрывают о том, что они перестали верить и не будут голосовать больше за эту партию, о том, что лидер уехал в Брюссель после скандалов в Риге и обещает там, не знаю, думать и заботиться о Риге, находясь в другой стране, то есть понятное дело, что есть часть избирателей, которые разочарованы, да, вы меняете свою стратегию, вы стараетесь, может быть, их переубедить, да, или вы абсолютно теперь не являетесь такой партией, может быть, приверженцами, ну, как принято считать в обществе, да, вот абсолютно русскоязычной партией, да, хотя вы не раз говорили, что это не так, вы партия всех, что сейчас быть, как сейчас вы собираетесь поступать с электоратом вашим? Я, то, о чем вы говорите, я также это слышу и вижу, и многие мои коллеги также это слышат и видят, и здесь у согласия даже не так же, а, первую очередь, поэтому нет другого пути, я считаю, кроме как поменяться и показать электорату, в первую очередь, что согласие способно, то есть не только призывать людей к тому, чтобы они поддержали перемены, но и показать, в первую очередь, пример, что сама согласие тоже не боится перемен. Есть также и ряд других претензий, скажем, ошибок согласия, которые считали, что имели место. Одно из них также это отсутствие, как бы я назвал, отсутствие четкой позиции по многим вопросам. То есть это вот определенная попытка, которая иногда имела место усидеть на всех стульях или постараться, скажем так, как-то не обидеть ни одну из частей населения, в результате которой получалось, что определенная неспособность занять достаточно четкую позицию. Но, конечно, здесь, в первую очередь, это, конечно же, вопрос русских школ, где мы знаем, что наш избиратель настроен примерно следующим образом, согласие, что 90%, 9 из 10 нашего избирателя не поддерживают тотальный перевод школ в латышский язык. Мы знаем, что на данный момент на улице, по крайней мере на словах, готовы идти лишь менее 20%, то есть менее 2 из 10, и что абсолютное большинство нашего избирателя, это около 66-67%, их мандат согласию, это вам нужно искать компромисс. Но проблема здесь заключается в том, что мы видим, что все наши попытки искать компромиссы, идти на диалог с какими-то правящими партиями и так далее, они безрезультатны. Не хотят даже говорить. Здесь вопрос в том, что согласию нужно было бы быть открытым, честным со своим избирателем, сказать, что у нас ситуация такова, что компромисс невозможен. Что делаем в таком случае? Мы идем на улице или мы выбираем какие-то еще тактики поведения? То есть этот диалог с избирателем, считаю, что должен был быть, мне кажется, его не было. Я думаю, что этот диалог, он должен быть восстановлен. То есть мы должны вместе с избирателями найти ответы на эти вопросы. У вас есть ответы на эти вопросы? Если мы говорим о национальном уровне, действительно, согласие не первый год находится в оппозиции, как вы говорите, что бы ни было предложено, мы никогда не услышали, нам не хотят. Я, знаете, я в последнее время как раз очень много с разными людьми говорил по этому вопросу, пытаясь также лучше понять, как и что хочет сам избиратель. И я бы не сказал, что у меня сейчас есть четкий ответ, как, скажем, результат этого диалога, потому что как такового серьезного диалога пока, к сожалению, не было. Вы знаете, можно изменить название «Новое согласие» и потом... Но я вам скажу так, именно по вопросу русских школ. Видите, если мы говорим о выходе на улице, то эта вот ниша, которая сейчас заняла Жданок с Русским Союзом Латвии, его эффект, к сожалению, он контрпродуктивен, то есть он в обратную сторону. То есть если на улице, если Русскому Союзу удается вывести на улице, скажем, не более там тысячи, двух тысяч человек, и в основном это возрастная группа, которая, ну скажем так, весьма далека от школ, да, то я боюсь, что это лишь укрепляет ту другую часть общества в том, что они идут правильным путем, и что на самом деле русскоязычным это не важно, да. То есть если мы говорим об акциях массового протеста, они должны быть как серьезно организованы, так и достаточно внушительно численны, чтобы послать это послание. Это раз. Но я бы призвал подумать еще кое о чем, да. Многие считают, что такие партии, как национальное объединение, является таким главным оппонентом или главным врагом согласия. Я считаю, что это не так. Я считаю, что это вообще не должно быть так. Определение врага – это очень серьезная вещь. Как сказал Ницше, надо очень внимательно выбирать врагов, потому что мы перенимаем их характеристики, и становимся похожими на них. Вот посмотрите на то же национальное объединение, как националов. Они поставили своей главной целью, вот уже 30 лет, не пустить согласия в правительство, во власть. Они ее достигли. Вот это факт. Но. Посмотрим на то, что происходит в первую очередь именно с тем же латышским народом, с латышской нацией. Возьмем такое, показать, как рождаемость. В 20-х годах прошлого века рождалось в год около 42 тысяч. Молодец. В конце 80-х тоже примерно 42 тысяч. Последние пару лет около 18-19 тысяч. Два раза. И это падает. И демографические прогнозы, которые, в принципе, весьма железные, да, потому что они, ну, зависит от количества женщин в определенном возрасте и так далее, да, говорят, что через примерно 10 лет это будет 15 тысяч. Причем 15 тысяч всего в стране. Если пропорция латышей будет сохраняется около 60 процентов, то мы говорим о 9 тысяч латышей в год. 9 тысяч латышей в год. То есть, зациклившись на том, чтобы не пустить согласие в правительство, националы, ну, как бы это дипломатично сказать, они свою страну, ну, свою нацию до чего довели. Да, 9 тысяч латышей в год, которым, кстати говоря, напротив будет стоять, когда они вот родятся, они вырастут до какого-то там, 14-16 лет, они поймут, что у них напротив стоят примерно полмиллиона пенсионеров, которым вышли более 65 лет. А еще они увидят, что границы открыты с Европейским Союзом. И сколько из них останется в Латвии? Как, скажем, как в том анекдоте, может ли прийти через 50-100 лет момент, когда, ну, латышская нация, ну, может быть, так окажется слишком близко к тому, чтобы быть занесенной в Красную книгу? И в этом, в этом урок, в этом очень большой урок, что люди, которые зациклились на какой-то обиде, и в ней ее ничего не видят, они доходят до вот такого. Она разрушает их в первую очередь. И поэтому здесь, я думаю, также нам, ну, как нам, ладно, той части электората, которая является русскоязычным обществом, нужно задать себе вопрос. Мы хотим полностью зациклиться на обидах последних 30 лет, на этой обиде, да? С нами не случится того же, что случилось с националами, когда они зациклились на своей обиде, да? Я думаю, что это тоже один серьезный вопрос, который нам нужно задать. На их ошибках, на их граблях нужно учиться и не повторять того, что сделали они. То есть, фактически, Вы сказали, что Вы не видите себя оппонентом национального объединения сейчас? Нет. Я отказываюсь, я отказываюсь называть его своим врагом. Это люди, достойные, в первую очередь, жалости. В отличие от многих политиков согласия, Вы все-таки были во власти, Вы пришли в партию не так давно. Вот что это Вам дает? То есть, взгляд со стороны, возможность, ну, каких-то понимания каких-то вещей, которые, может быть, Вашим коллегам недоступны? Это плюс или минус? Скажем так, ну, я думаю, возможно, из-за этого у меня, скажем так, более широкий взгляд, у меня нет той стигмы постоянного нахождения в коалиции. Я к своему, ну, скажем, к чести многих тех людей, с которыми я работал до этого, я обнаружил, что даже мой переход в согласие, которые, как известно, мягко говоря, не приветствуются, истеблишмент и так далее, я сохранил уважение большинства тех людей, с которыми я раньше работал. И это, конечно, упрощает, в дальнейшем, это, скажем, ну, поиск взаимопонимания в будущем. Но основное, что я бы хотел сказать, что все-таки я пришел в согласие совершенно не случайно. То есть я долго искал пути, как принести те же перемены в стране. То есть я, в первую очередь, экономист, то есть проблемы, вопросы экономического роста, наверное, почти всю мою жизнь были, моей, скажем так, основной ведомой идеей, за которой я шел. Я понял, что этого нельзя достичь там, я понял, что этого нельзя достичь, в первую очередь, также из-за исключения согласия. То есть, да, я прекрасно понимал, что выйдя из позиции, где я все-таки был признанным, скажем, в этом истеблишменте и так далее, в согласии, что я себе, ну, как сказать, что шаг был весьма, сделаю, могу сделать себя изгоем там, да. Но, тем не менее, тем не менее, я это сделал, тем не менее, я действительно, для меня был огромный урок о том, что, ну, такие истинные, сильные, чистые люди, истинный алмаз действительно куются именно там, где, скажем, в политической силе, которая продолжает жить, работать, противостоять, несмотря на все то, что против нее направлено уже эти последние 30 лет. Поэтому я, ну, действительно, многими людьми в согласии я совершенно искренне восхищаюсь, да. И мне искренне жаль, что я не нашел в себе смелости сделать этого раньше, присоединиться к согласию. 672-12-939, 672-13-939, звоните нам, задавайте свой вопрос. У нас сегодня в гостях депутат СИМО от фракции Согласия Вячеслава Домбровский. Надевайте, пожалуйста, наушники, давайте начнем принимать звонки. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, Юрий. Вот, господин Домбровский, у вас уже, так сказать, извините за выражение, допросили, очень объемно, очень хорошо. Много чего понятно. Вот у меня одна вещь, ну, не совсем понятно. Партия вдруг объявила себя социал-демократической. Вот, но вы никогда, по-моему, ваша предыдущая деятельность никак не была связана с социал-демократией. И собираетесь ли вы, вы сказали, что вы эволюционируете, вы эволюционировать до партии социал-демократия? Или партию будете эволюционировать так, чтобы она там от чего-то отошла, от каких-то идей? Теперь, если бы я был, если бы я вдруг был вашим выборщиком, вот, сейчас на это выбор, я бы голосовал именно за вас, если бы было, за вас. Если бы, это было обязательно, все должны проголосовать. Почему за вас? Потому что вы действительно толковый мужик, да? А почему мне, скажем, не за Урбановича? Мне не нравился его опыт, Урбанович. Он все время хвастался, что он Ушакова из молодых выдвинул. Вот, а сам сидел в стороне, как бы, взваливая все на самого Ушакова, как хорошее, так и плохое. И мне кажется, что никогда в будущем нельзя совмещать хозяйственные деятельности, партийные деятельности, иначе это можно завести дискредиацию любой партии до чего-то. Вот вы как вот к этой идее относитесь? И удачи вам, потому что действительно, а, у самого этого, вашего конкурента, ему уже книжки можно писать там, различные, делиться международным опытом. Но если бы это по советским временам, я бы его сделал, значит, за отделы международных отношений. Извините, пожалуйста, я вас прорву, да, пожалуйста, коротко. Спасибо, я думаю, что вопрос очень хороший. Я думаю, что действительно у многих, ну, этот не всегда высказанный вопрос есть. Потому что, если мы возьмем Вячеслава Домровского, меня порядка примерно, там, 15 лет, даже 10 лет назад, то, если я правильно помню, тот же Нил Ушаков меня характеризовал, как, так сказать, окончательно крайнего либерала, или что такое, сумасшедшим, и так далее, да? Здесь, чтобы вы лучше поняли, давайте я несколько скажу, повторюсь, коротко, с самого начала, то есть по вопросу. Видели, что у меня, наверное, оказало наибольшее влияние на меня в жизни? Я, у меня бабушка была главным бухгалтером в таком СУМР-31, строительное управление, механиционная работа, и так далее, да, то есть я так поводил, что после школы много с ней проводил время, у нее на работе, что там помогал, и так далее. И вот мы из этого СУМРа жили желание на Москве в Кеннераксе, и вот мы шли оттуда с Котлакалом, если кто-то там представляет, вот там, через, там, или на остановку, или через дорожные пути, ну, в общем, там, где-то полчаса пешком идти, где-то так получается, да? И это были времена, ну, конец 80-х, да, в которых, ну, происходили вообще эти безумные вещи, да, то есть, ну, те, кто жил, тот помнит, да, предприятия закрывались, наличные, безналичные и так далее, то есть, и вот она мне что-то рассказывала, я спрашивал, как для меня это все было таким вот, что-то вокруг творилось ужасно непостижимо, но было ясно, что все это экономика, да, что страна рушится из-за, в первую очередь, из-за того, что с экономикой что-то совершенно не так, да. И далее, поэтому ясно, где было, так сказать, где в экономике хорошо? На Западе, то есть, мой основной, ну, такой, направляющий моего здесь было так, если на Западе лучше знают, как экономика, я должен выучиться там, я должен понять, как это все работает, да, поэтому ясно, где можно понять, где можно выучиться только у тех, у кого, так сказать, лучшие в этом. То есть, вот так я добился того, что я, в конце концов, там, поехал в Америку, в Америке, получил образование, там, докторскую степень в экономике и так далее, и тому подобное, да. В американском университете невозможно было бы закончить, получить квалификации экономиста, не став при этом очень сильным либералом, как таковым, да. Ну, просто вот так. Но, а с тех пор, скажем, многие столкновения с реальностью заставили меня, я действительно был весьма таким убежденным либералом, так сказать, свободный рынок, все такое, этот период в моей жизни был. Но столкновения с реальностью, они, если человек, он не дурак и не повернутый полностью, как бы, да, не догматический, да, то столкновения с реальностью, они заставляют пересматривать и корректировать. И у меня этих столкновений с реальностью было достаточно много, чтобы мои взгляды на вещи весьма скорректировались. Так что социал-демократом я стал не со вступлением в согласие, да, а весьма гораздо до этого. У меня недавно по всей этой самой, то, что там многие говорят, вот, Вячеслав Добровский, какой же он социал-демократ? Он не социал-демократ. Это до сына дошло. Сын спрашивает, папа, ты вообще социал-демократ или нет? Говорит, я вот тут взял тест, такой, известный, там, на политические взгляды. Я вот его запомнил, давай ты заполни и поймем. Это будет летом. Говорит, ну, давай заполним. Заполнил тест, тест, говорит, социал-демократ. То есть, такой, скажем так, умеренный, но конкретный, примерно, по-моему, в той же позиции, что и Дире Ганди, по-моему, был. Ну, скажите, вот, смотрели ли вы фильм «Джокер», который сейчас? Вот, мне кажется, что его нужно посмотреть каждому политику, потому что он говорит о том, что, ну, нельзя обижать маленького человека и вообще вот социально незащищенных людей. Потому что там показано, как, ну, в вымышленном городе, но ситуация доходит до критического состояния, потому что власти абсолютно наплевательски сокращают социальные программы. Ну, им наплевать, как живет маленький человек. И, ну, вот, сама вот эта вот идея фильма вам близка? То есть, вы считаете это справедливым? Да, я думаю, что это действительно замечательный фильм. Я думаю, что не зря те, скажем так, мировые издания, как журнал «Экономист», например, которые, скажем так, основные бастионы, так называемые, либеральные политики, на него отреагировали с таким трудно скрываемым бешенством. Я бы, как главный лозунг этого фильма выдвинул, ничто не проходит бесследно. Вообще в мире ничто не проходит бесследно. Ни один какая-то обида кого-то, кидок кого-то, обман кого-то, ничто не пройдет бесследно. Все, рано или поздно, вернется с торицей бумерангом. Думаю, что самая вообще мудрая, наверное, сказка всех времен и народов – это «Гуси-лебеди». Помните? Да. Помоги здесь. То есть, то, что мы делаем, то, кому мы помогаем, не помогаем, оно предопределяется. Нашу жизнь и жизнь вообще на многие годы вперед. Поэтому, видите ли, западное… у нас очень долго было принято, скажем так, копировать западное общество. У западного общества нужно учиться, но нужно ли копировать – это очень большой вопрос. Западные страны выросли на разделение между классом тех, у кого есть, и классом тех, у кого нет, который формировался многие-многие столетия. И поэтому их политический процесс, он и отражает это разделение. Вот их либералы и социал-демократы – это те, у кого есть тот один процент, и тех, у кого сравнительно нет. И также идеологии экономического либерализма. То есть, что оно, по сути, говорит? Что нужно максимально не вмешиваться в индивидуальные права человека. Но если хорошенько об этом подумать, задать вопрос, люди разные, у них разные, кто-то богат, кто-то небогат. Для того, кто богат, очень богат, для него ценность идеологии – давайте вы не будете вмешиваться в мои личные права, то есть, в мои богатства, что я нажил или унаследовал и так далее – оно гораздо более ценно, чем для, так сказать, пацана с маскачки, или с лубанес, или что-то еще. Поэтому данная идеология была отчасти, в том числе, создана для защиты этого класса. То есть, это, скажем, то, что я после какого-то времени начал понимать все более и более, что она спонсируется этим классом. У нас несколько по-другому. То есть, нравится или не нравится этот период коммунизма или социализма, или что там у нас было, но оно разбило, скажем, то же деление классов, что взаимоотно. Поэтому мы другие. У нас даже по политическим, скажем, если Европа говорит, скажем, Европа не совсем понимает. Вот у нас есть либерал, у нас есть социал-демократ. У вас тоже так должно быть. Но у нас так нет, у нас так совсем нет. У нас даже тоже согласие, хоть несмотря на то, что согласие является, по сути, социал-демократической партией. Но большая часть населения ее такого не видит. Ее, в первую очередь, видят как партию русскоязычных. Так что у нас все по-другому. Наденьте, пожалуйста, наушники, мы примем еще звонок. Да, доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброе утро, Александр. Да, пожалуйста. Господин Добровский, вот вы уже про классы заговорили. Один великий человек сказал, что народ всегда глупенький и всегда будут его обманывать до тех пор, пока он не поймет, чьи интересы, какого класса вы защищаете. Вот вы, интересно, какого класса защищаете? Вы сейчас процитировали Фридрика Ницше. Довольно примечательно, так сказать, что именно Ницше. Тоже один великий человек его, так сказать, цитировал. Вот я был на митинге, согласен, как вы там стояли плечом к плечу, призывали бороться, так сказать, где сейчас Ушаков, где Американ. Бороться в Европе, так сказать, а мы здесь... В чем ваш, ну, честно говоря, тут не совсем понятен даже вопрос. Да, спасибо большое. Ну, может быть, это ремарка, да, есть вам что ответить. Мне, знаете, мне, наверное, не стоит... Хорошо, как бы это ни звучало, но стараюсь думать более-менее о людях вне их расовой, классовой принадлежности или национальной и так далее, да. Но в этом я бы так же не стал настолько примитизировать для того, что, скажем, там, я только вот рабочий класс и так далее. В этом, видите ли, надо все-таки понимать, что для страны... Страна не может фокусироваться только на зарабатывании, не уделяя внимания на то, как то, что заработано, распределяется, разделяется. Но страна не может также фокусироваться только на том, чтобы делить, да. Представьте себе, скажем, какой-то пирог, да. Если мы фокусируемся только на том, как его делить, да, то у людей пропадает мотивация, чтобы этот пирог сделать больше. Потому что, ну, все-таки большинство людей, они хотят, если они вкладывают в свои силы работу, хотят получить что-то больше за это. И в то же самое время, если мы будем фокусироваться только на то, чтобы он был больше, но нам все равно, как он делится, то получится вот так, как вы рассказывали в фильме «Джокер». То есть золотая середина, она посередине. Мы должны одновременно думать о том, как этот пирог стал больше. И этим в основном занимаются те члены нашего общества, которых мы называем предпринимателями. То есть люди, которые по ряду причин готовы, так сказать, идти, так сказать, рвать, взять на себя риски, рисковать и так далее. И они должны получать справедливую часть того, что они заработали. Но общество должно также перераспределять тем, у кого по объективным причинам не получилось. Иначе общество рухнет, как тот же фильм «Джокер», в принципе, демонстрирует. Давайте мы примем последний звонок на сегодня. Наденьте, пожалуйста, еще раз наушники. Добрый день, пожалуйста, очень коротко. Здравствуйте, Алексей. Скажите, один короткий вопрос. Ваша партия вообще собирается меняться? Потому что вы много лет обманывали избирателя русского, который ждал именно защиты русских интересов. У Латышей много своих партий. Да, понятно, спасибо. Но вы как раз мы с этого начинали. Да, но может быть все очень тезисно, да. Пока я, к сожалению, за партию говорить не могу, потому что я не являюсь лицом, который партию представляет. То есть я даже не член правления, согласен. Говорить за партию может ее председатель, избранный член партии, которому и такое делегирование дано. Но у вас есть свое мнение о партии, о том, что она взяла. Я хочу сказать, что партии меняться необходимо. И в субботу члены Конгресса, то есть члены партия сама это решение примет. Идти путем перемен или идти каким-то другим путем. И, как я уже сказал в самом начале нашего разговора, больше, скажем, никаких оправдающих причин у членов партии больше не будет. Голосование закрыто, кандидатов больше, чем один. Никто больше не сможет сказать, что он не хотел быть белой вороной, или то, что руководство не предоставило ему выбора. Выбор есть. Голосование закрыто. Да, мы узнаем после 26 октября, как распределились, как сложились итоги этого съезда. У нас сегодня был депутат Сейма от фракции Согласия Вячеслав Домбровский. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо вам.